Девушки отдыхают 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 Я покажу более четкую разницу между этим гатлингом и винтовкой в следующем видео Но если вкратце, миниган намного более мощный и попадает сразу в большем количестве противников Поэтому в большинстве случаев это более быстрый вариант для использования Я также бегаю с ракетницей, но фактически она у меня исключительно для боссов В принципе я мог бы ее отложить, но я в принципе хотел бы показать, что с таким раскладом пользоваться коробками для предметов в принципе не нужно Я все равно буду это делать, потому что я пытаюсь показать некоторые вещи, которых вы раньше не видели Но в принципе использовать коробки с бесконечными патронами и со всеми этими блоками банально не нужно Ракетницы, конечно, можно использовать и против обычных противников, но в большинстве случаев это достаточно бесполезная штука Это слишком медленно, нельзя тоже целиться вверх или вниз И у выстрелов из ракетницы очень длинные анимации, которые в принципе мешают, особенно против более быстрых противников Поэтому лучше всего их использовать именно против Немесиса или Вздоровенного ЧГ Я также буду использовать и автомат, потому что все-таки он быстрее в использовании и безопаснее для некоторых быстрых противников К примеру, использовать что-то вроде Гатлинга против Хантеров фактически суицидально, особенно если они рядом с вами Хоть и винтовки на самом деле это более слабые выстрелы Конечно, у меня бесконечные патроны для абсолютно всего оружия, поэтому я мог бы вместо этого использовать просто гранатомет с замораживающими патронами или что-то в таком роде Или тот же Магнум Но, блин, я показываю все-таки все анлоки, поэтому почему бы и нет В любом случае, вот и первый Life Selection И в случае с ним, если ничего не выбрать, как можно заметить, мы просто оказываемся в очень опасной ситуации Потому что Немесис попадает по нам кулаком сразу же, после того, как Life Selection заканчивается Но, что интересно, это то, что даже если бы у меня было ноль здоровья И с ноль здоровья, как я, по-моему, один раз уже упоминал На самом деле можно выжить, потому что персонаж умирает только если у него минусовое здоровье Этот удар бы меня не убил Я понятия не имею, это особенность именно этого случая, именно этого Life Selection Потому что я знаю, что Немесис может убить Джилл Кулаком У меня даже пример этого есть в видео с Немесисом В любом случае, идея в том, что провалы Life Selection, в отличие от QTE в более поздних играх Никогда не убивают Они могут нанести урон, но никогда не убивают В любом случае, поскольку мы закончили с базовыми вещами насчет этого прохождения И мы как раз сейчас будем подходить к неправильной двери в полицейском участке Которая, к слову, абсолютно правильная в PlayStation версии Я не помню, упоминал я это или нет перед этим Но смысл в том, что она на самом деле нормальная Это просто в ПК версии она почему-то неправильная Я хочу рассказать немного о разработке игры Главным источником для того, чтобы узнать о разработке Resident Evil 3 Для меня был фан-сайт Project Umbrella Это очень известный фан-сайт Resident Evil И они даже в 2012 году взяли интервью у Ясухиса Кавамура Надеюсь, я правильно произношу Сценариста Resident Evil 3 И я на своем блоге даже переводил это интервью на русский язык Поэтому я оставлю ссылку и на оригинал интервью, и на свой перевод в описании к видео И советую обязательно его почитать Это очень интересное интервью И даже помимо него, на сайте можно узнать несколько интересных фактов о разработке игры Но в любом случае, хоть не так тоже много людей об этом знают У Resident Evil 3 было несколько отмененных версий во время разработки Это не настолько известно, как ситуация с Resident Evil 2 С тем проектом, который обычно называют Resident Evil 1.5 Или же тоже известных версий у Resident Evil 4 Как версия с Человеком Сквюком Или также, по-моему, известная туманная версия Версия с каким-то замком непонятным А, и да, я хотел, собственно, здесь показать то, что Магнум все-таки можно получить вместо гранатомета Хоть у этого есть более маленький шанс Я рад, что у меня это получилось Даже без перезагрузки сохранений В любом случае У Resident Evil 3 Не так было несколько разных версий одного и того же проекта Скорее, было несколько проектов Совершенно разных проектов Которые могли бы стать третьей частью В серии Resident Evil То есть, фактически, сразу же после окончания Разработки Resident Evil 2 После выпуска Resident Evil 2 Capcom, естественно, начали планировать Следующую игру в серии Они организовали прием новых работников К себе в студию Для так называемого Следующего проекта Biohazard И одновременно с этим Команда разработчиков Resident Evil 2 Под управлением Хидеки Камии Начали разработку проекта Который должен был стать Resident Evil 3 Если вы были фанатом Resident Evil в конце 90-х Или в начале 2000-х Скорее всего вы слышали О потенциальном Resident Evil В котором Ханк Будет главным героем Об этом было очень много слухов Везде в интернете Скорее всего Все эти слухи шли Именно из этого проекта Потому что в этом проекте Как оказывается Ханк должен был стать главным героем И все события игры Должны были происходить На круизном лайнере Где-то посреди океана И задачей Ханка На этом лайнере Должно было быть Достать сэмпл Дживируса Что к слову Наверное бы делала 4th Survivor Мини-игру с Ханком Из Resident Evil 2 Не каноничной Потому что В ней он достает Сэмпл Дживируса Но в любом случае Поскольку тот проект Так и не вышел Скорее всего 4th Survivor До сих пор является Каноничной историей В то же время Получив несколько новых работников На этом Next Project Собралась новая команда Которая лидером был Касухира Ааяма Который был Дизайнером Уровней и событий В Первых двух Resident Evil И они Эта новая команда Начала работать над своим Маленьким Resident Evil Который должен был быть Не основной частью Resident Evil А просто маленьким спин-оффом Этот проект Даже специально Назывался Гайден То есть Отдельная история Проект по задумке Должен был быть Достаточно маленьким И дешевым Скорее всего Хоть мы теперь Этого уже не узнаем Он наверно Был бы по качеству Ближе к Более позднему Позже выпущенному Resident Evil Survivor На PlayStation 1 И в этой игре Должно было рассказываться О нескольких Выживших Из Ракун-сити Которые пытаются Сбежать из города Из всех Событий О которых мы и так уже знали В Resident Evil 2 И в отличие от Основных Игр серий Для которых История обычно Писалась Компанией Flagship Которые были Главными партнерами Capcom В то время Ясухира Кавамура Был Сценаристом Для этого Проекта Гайден То есть В итоге мы имеем Четыре совершенно разных Проекта Resident Evil Biohazard В разработке Одновременно И у каждого Был потенциал Стать Третьей официальной Частью В серии Проект Кидеки Камии Должен был Стать Настоящим Resident Evil 3 И разрабатывался Для PlayStation 1 Resident Evil 0 Уже был в разработке Для Nintendo 64 Проект Коуд Вероника Скорее всего Был для Дримкаста Уже запланирован И разрабатывался В совершенно Другом отделении Capcom И Также мы имеем Этот маленький Незрачный Проект Гайден Потом Однажды Все поменялось Внезапно Стала доступна Очень точная Информация Про PlayStation 2 И Когда Она выходит И В Capcom Все соображают То что Проект Который разрабатывает Хидеки Камия Для PlayStation 1 Выйдет Сможет Точнее быть Выпущен Только когда PlayStation 2 Уже будет На рынке И поскольку Проект Хидеки Камии Должен был Стать Следующим Огромным Суперхитом От Capcom Нельзя было Выпускать Его на Платформе Которая Уже считается Устаревшей Им нужен был Какой-то новый Проект Который Займет Позицию Главного Resident Evil 0 Resident Evil 0 Был Тогда В очень Нехорошей Ситуации Так сказать Собственно Как мы знаем Теперь Они в итоге Поменяли Платформу С Nintendo 64 И выпустили Игру Только на Gamecube И только В 2002 Коуд Вероника Тоже Тогда Был еще Далек От окончания Разработки И тоже Как мы теперь знаем Выйдет Только уже В эру PlayStation 2 Capcom Нуждались В проекте Который Выйдет На PlayStation 1 Который Будет Качеством С Настоящего Супер Крутого Resident Evil Но при этом Не будет Реализом Типа Director's Cut Или DualShock Как вышло С Resident Evil 1 И Resident Evil 2 Просто потому Что они Боялись Что это Может разозлить Фанатов И испортить отношения С фанами серии Которым Уже два раза Пришлось Переигрывать В старые игры Вместо того Чтобы получить Какую-то новую И тогда Было решено Что этот маленький Проект Гайден Превратится В следующую Основную Серию Основную часть Серии Тогда проект Еще не назывался Resident Evil 3 Похоже Он неофициально Внутри студии Назывался Resident Evil 1.9 Потому что Даже тогда Задумывалось То, что Первая часть Игры Будет происходить До событий Resident Evil 2 Этому проекту Выделили Достаточно Хороший бюджет Намного больше Чем он был До этого Действительно Большую команду И им дали Четкую Цель Выпустить проект Как самый последний Большой Resident Evil На PlayStation 1 В это же время Проект Камии Был полностью Завершен И им дали Новое задание Исследовать Железо PlayStation 2 И разработать Biohazard 4 Как мы знаем Сегодня Тот проект Который тогда Был Начат И который Неофициально Назывался Как стильный Biohazard В итоге В итоге Выйдет Как совершенно Другая игра Под названием Devil May Cry И станет Первой Частью Новой Успешной Серии Для Capcom Но и Для Гайден Должны были Произвести Какие-то Изменения Чтобы он Стал Основной Частью Серии Поэтому Вместо Того Чтобы иметь Каких-то Неизвестных Новых Персонажей В главных Ролях Было Решено Что Кто-то Из Основных Персонажей Серии Станет Главным Героем Поскольку Абсолютно Все Были заняты В других Проектах Было Решено Что Именно Джил Станет Главным Героем Resident Evil Нового Resident Evil Также Тогда Было Принято Решение Что Раккун Сити Должно Быть Уничтожено В конце В конце Игры Что В каком-то Роде Станет Символом Окончания Целой Эры PlayStation 1 Для Серии Что Особенно Интересно Что Даже Хотя Проект Теперь Был Намного Больше Сценарий Все Равно Продолжал Писаться Кавамура Саном Хоть У него Были Достаточно Странные Идеи Изначально Для Этого Включая Целую Идею С пересечением С Леоном Клэр Из событий Resident Evil 2 Все это В итоге Вырезали Просто Для того Чтобы История И этой игры И тех Проектов Которые Были уже В разработке Была Более Менее Цельной И хотя Flagship Все таки Имели Некоторое Влияние На разработку Раздымов 3 Похоже Что Фактически Ничего Из того Что Они Тогда Делали Попало В Финальную Часть Игры И В принципе Вся История Осталась Историей Кавамура Сана И это Очень странно Для серии Просто Потому Что До Самых Самых Новейших Resident Evil Абсолютно Все Главные Resident Evil Были Со Сценарием Написанным Flagship Помимо Потенциальных Изменений И Вырезаний Кусков Сюжета Не так Товше Много Но Некоторые Вещи Были Изменены И В Самой Игре Для Того Чтобы У Нее Был Лучший Темп Например Достаточно Хорошо Известно Что Несколько Загадок Или Кусков Загадок Были Вырезаны Из Первой Части Игры Некоторые Из Объектов Которые Использовались В Этих Загадках До Сих Пор Даже Присутствуют В Самом Коде Игры И Вы Можете Это Проверить Онлайн Есть Много Видео Где Люди Хакают В Инвентаре Персонажа Все Эти Предметы Которые Были Вырезаны Например В Среди Этих Предметов Была Цепь У которой Совершенно Неизвестное Использование А Здесь Вариация Заставки Которые Я не Показывал Так что Давайте Посмотрим Карлос Нет Релакс Я Не Не Я покажу немного оборудования. Может быть, не будет ни в нашем destinации. случае в CGI заставке, после его не будет. Будет только Джилл, потому что, видимо, эта заставка задумалась все же с таким планом, что Карлс убегает заранее. В любом случае. Потом у шланга, которым нужно потушить пожар перед офисом Умбреллы, на самом деле было два куска. И эти два куска нужно было собрать перед тем, как использовать шланг. Одна часть этого шланга, скорее всего, находилась там, где мы теперь находим весь шланг. Ну, а вторая часть вполне возможно находилась на той карте, где есть пожарная лестница, два зеленых травы и карта в самом-сам начале, на той же локации, где еще можно зайти в бар или в бутик. Потому что там можно увидеть место, где, собственно, обычно держатся пожарные шланги. В самом офисе Умбреллы мы используем в финальной игре пульт от телевизора для того, чтобы узнать код от компьютера. И этот пульт изначально должен был быть тоже из двух частей. Собственно, сам пульт без батареек и батарейки. В итоге совершенно неизвестно, где вообще должны были находиться батарейки, но это вырезали. Еще есть какие-то совершенно непонятные монетки разноцветные, у которых совершенно неизвестно использованы. Может, их нужно было использовать на каком-то музыкальном автомате или еще что-то в этом роде, но где они использовались, непонятно. Вполне возможно, что некоторые из этих предметов даже можно найти в самых-самых ранних версиях игры, которые Capcom показывала на разных выставках или даже для прессы, но ни у кого нет этих версий игры, и, соответственно, это проверить невозможно. И, собственно, если честно, я даже рад, что многие из этих вещей в итоге из игры вырезали, просто потому что в итоге пейсинг у игры получился... темп у игры получился намного лучше. И в первой части игры и так достаточно загадок. Никто не знает прямо сейчас, что случилось с тем проектом, над которым работал Кемия изначально. Возможно, существовали только какие-то идеи и концепты и так далее. Но, что мы знаем, это то, что Capcom еще несколько раз попробует сделать Resident Evil на корабле. Собственно, первым проектом на корабле будет иронично названный Resident Evil Gaiden. Неэкономичная игра для Game Boy, в которой вы играете за Барри и Леона на, собственно, корабле. Потом был Resident Evil Dead Aim, четвертый проект в Survivor серии, в которой можно целиться... в которой соединяет вид от третьего и от первого лица достаточно оригинальным образом, и который тоже происходит на корабле. И которая тоже в каком-то роде иронично вышла на PlayStation 2. И была фактически единственной полностью синглплеерной Resident Evil игрой на этой платформе до немного ухудшенного порта разметывала 4 через пару лет. А, и, собственно, сейчас мы посмотрим одну интересную вариацию, которую, собственно, я и так не мог показать. И плюс я даже не знал, что она существует. Так мы здесь, собственно, находим гранатомет, который меняется местами с магнему. Но самое интересное, это если провалить этот Live Selection, то происходит что-то очень-очень-очень любопытное. Помимо того, что все зомби просто врубаются внутрь, и, собственно, некоторые зомби остаются снаружи, и мы даже можем на них прицелиться, что интересно. Хоть стрелять через забор нельзя, к сожалению. Но видно то, что они целятся на Джил. Это очень стихотно и какая-то штука, и зомби находятся здесь. Но не в этом сюрприз. Сюрприз здесь. Я до этого момента понятия не имел то, что Nemesis сможет появиться здесь, если провалить Live Selection. Я был абсолютно свято уверен, что он здесь появляется только если выбрать побег через задний ход. Но оказывается, нет. Собственно, если провалить Live Selection и потом выйти через единственную доступную дверь, то Nemesis все равно появляется. В любом случае, возвращаясь к разработке. И, наконец, был, пожалуй, самый успешный на сегодня проект с кораблем Resident Evil Revelations, в котором тоже иронично главным героем выступает Джил. То есть в итоге мы имеем три проекта про корабль, все из которых так или иначе каким-то забавным образом были связаны с этим провальным Resident Evil 3 и Resident Evil Gaiden изначальным проектом. Ну и, к сожалению, собственно, со своего последнего каноничного появления в 4th Survivor Resident Evil 2, Hunk ни разу не появлялся ни в одной истории. Он упоминался в одном файле в Code Veronica, если не ошибаюсь. Но это все. С тех пор его ни разу не было в игре, он появлялся только в мини-играх. Ну, собственно, в 4th Survivor тоже мини-игра, но она хотя бы каноничная. Что еще достаточно странно, и что я немного не понимаю, это то, что, как оказывается, Синди Миками не хотел, чтобы Resident Evil 3, в которой я вот прямо сейчас показываю, назывался Resident Evil 3 и хотел, чтобы он оставался Resident Evil 1.9 или что-то в таком ключе. Потому что он считал, что это недостаточный полноценный сиквел. И оказывается, он до сих пор жалеет, что Resident Evil 3 называется Resident Evil 3. Эммм... Ачитывая, насколько я люблю эту игру, я не хочу комментировать и говорить, что я думаю о том, что думают Синди Миками. Ну да ладно. Возвращаясь теперь к истории Resident Evil 3. Как оказывается, Resident Evil 3 история задумывалась как достаточно оригинальное расширение той истории, которая была в Resident Evil 2, с некоторыми изменениями каноничных вещей, которые были известны до этого. Как, собственно, получается с фактически всеми Resident Evil играми. Почти все они меняют некоторые куски истории, которая показывается или на которую намекается в предыдущих частях, просто для того, чтобы следующая новая игра была как-то лучше и интереснее. Собственно, например, даже в ситуации с Resident Evil 3, на момент ее разработки идея с Progenitor Virus, с самым первичным вирусом, только в принципе набирала обороты, потому что до этого вся эта концепция называлась как Clay Virus, то есть как глиняный вирус, из которого вылепили все остальные вирусы, включая T-вирус. Тогда как к этому времени, поскольку в этот момент разрабатывалась и Code Veronica, и Zero, и складывалась полная картина о том, как появился T-вирус, была придумана та идея, которую полноценно мы узнаем уже только в Resident Evil 5. Поэтому для Resident Evil 3 Кавамура-сан решил сделать интересное расширение мифологии серии и сказать то, что внутри самой корпорации Umbrella на самом деле существовали определенные соревнования между отделами. После таинственного исчезновения Алексии и тоже достаточно таинственной смерти доктора Маркуса, Биркин закончил разработку T-вируса, основываясь на начатой разработке Маркуса с пиявками. В результате этого чикагское отделение Umbrella, которое возглавал Биркин, стало самым влиятельным внутри компании. T-вирус считался как самым важным элементом будущего будущего, разработки Umbrella и главным элементом успеха компании для будущего. Поэтому на чикагское отделение было направлено огромное количество и внимания, и в то же время заданий, и соответственно чикагское отделение было под постоянным большим напряжением. Успех Биркина с T-вирусом и успех Чикаго отделения создал достаточно большое количество зависти у некоторых других отделений, включая европейское отделение Umbrella, которые мгновенно решили сделать как можно больше улучшений T-вируса для того, чтобы показать, что они тоже очень крутые. Хоть они и работали с улучшениями Хантера, и собственно две версии Хантера, которые мы встречаем в этой версии игры, это Хантер Бета и Хантер Гамма, они из Европы были доставлены специально в ReconCity для исследования. Главным элементом их разработки и исследования был паразит Nemesis. И в отличие от более поздних паразитов серии Plaga, у этого паразита не было стремления уничтожить носителя или пересилить носителя. У этого паразита, наоборот, свой разум был достаточно слабый, поэтому эффективнее всего он работал именно вместе с разумом, с мозгом носителя. Как, собственно, говорит Кавамумура-сан, они фактически работали как двухъядерный процессор. Таким образом, любое BioW, биологическое оружие, вместе с Nemesis-паразитом могло получать четкие команды и выполнять их в точности. Собственно, поэтому был создан монстр, который назывался Pursuer или Nemesis. И он был создан из самой обыкновенной модели Тирана и соединенного с этим паразитом Nemesis. А, и здесь я хочу тоже показать уникальность Live Selection, немного отходя от истории. Паразитом Ничего не выбрав, я явно получил урон, и достаточно серьезный. Собственно, если бы у меня было меньше здоровья, я бы получил даже более серьезный урон, у меня бы осталось практически никакого здоровья, я был бы в дендерс состоянии. Но даже здесь, если у вас нет никакого... То есть практически уже полумертвый персонаж, если вы проваливаете этот life selection, оно все равно вас не убьет, оно может только нанести урон, но не больше. Собственно, у меня есть отдельная табличка с тем, что наносит урон или нет, я буду больше об этом говорить в следующем, последнем эпизоде, но я хотел это с примером упомянуть и здесь. В любом случае, возвращаясь к истории. Этого монстра послали в Ракун-Сити с целью убить всех, кто, собственно, нарушил планы Чикагского отделения, и показать, насколько более эффективным Европейское отделение является, что они даже могут исправить те проблемы, которые создало Чикагское отделение. Возвращаясь немного в истории, после событий в Розниты Валадин, в особняке Спенсера, Биркинг был уставшим и очень напряженно пытался разработать свой новый большой проект, G-вирус, и из-за событий, которые происходили вокруг, он начинал становиться все более и более параноидальным. Кстати, G-вирус во время разработки Разниты Вал 3 также должен был называться как God Virus, божественный вирус. И его идеей было создать новый вид людей, G-Humans, G-люди, которые могли бы размножаться и стать новой основной расой на Земле. Что, кстати, если смотреть по истории серии дальше, является четким продолжением главной идеи Спенсера. Но, в принципе, поскольку это больше никогда нигде не упоминалось, возможно, от этой идеи отказались. В любом случае, проект G-вируса создал огромное количество шумихи внутри Амбреллы, и у Биркина потребовали... Биркина потребовали как можно быстрее закончить проект и дать вирус руководству Амбреллы. Из-за таких требований Биркинг начал подозревать, что, возможно, все провалы и события с лабораторией в особняке Спенсера могут свалить на него и сделать из него козла отпущение. И в итоге, если у него заберут G-вирус, возможно, от него пробуют избавиться. Поэтому, вместо того, чтобы пытаться работать вместе с Амбреллой, он начал искать себе какие-то планы выхода из дурацкой ситуации. Он связался с правительством США, ну, точнее, с какой-то организацией внутри правительства США, и пообещал им дать абсолютно всю информацию и все данные по Био-Дабльюс, Амбреллы и по всем вирусам, включая его G-вирус. Понимая то, что об этом явно узнают, он также начал саботировать Раккун-Сити изнутри, чтобы спокойно спрятаться под городом и подождать, когда его спасут. По его приказам, на заводе, в котором мы, собственно, приходим в самом конце Радзин-Давелл-3, на котором, собственно, избавлялись от всех токсичных и биологических отходов, включается небезопасный режим отходов, и который начинает постепенно загрязнять покружение Раккун-Сити, что в итоге приводит к началу инфекции, которая через несколько недель захлестнет абсолютно весь город. Но, как мы знаем по Радзин-Давеллу-2, перед тем, как началась полная эпидемия, группа агентов Амбреллы, включая Ханка, таки попала в лабораторию под Раккун-Сити и атаковала Биркина. В результате чего Биркин вколол себе нестабильную версию Ди-Вируса и не превратился в Ди-Хьюмана, в суперчеловека. Вместо этого только непонятного монстра, у которого единственной целью было размножаться, чтобы превратить, ну, чтобы в итоге вывести идеальную версию самого себя. И он уничтожает абсолютно всех агентов Амбреллы. Практически весь, все концентрированные примеры Ти-Вируса попадают в канализацию и заражают крыс, которые там живут, что в итоге приводит буквально за пару дней и недель к полному заражению всего города. А, и здесь я хотел показать немного о самом странном Life Selection, потому что в нем, собственно, он ничего не делает. Даже хоть кажется, что он должен нанести урон, если его провалить, на самом деле он просто объединяет анимации из двух разных Life Selection для Джилл и для Карлоса. И вместо этого, что происходит, путь, путь получается точно такой же, как если нажать на тормоз. На самом деле, я не нашел никаких изменений, даже самых мелких, которые бы были. Ни урона персонажу ничему не наносится тоже. Поэтому это, пожалуй, самый странный и самый бесполезный Life Selection в игре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ты говоришь? Мы сделали! Ты не понимаешь. Они не хотят ничего не позволить позволить нам вернуться в живую. Ты действительно думаешь, что мы можем вернуться в их великолепный план эвакуации? Хм, это просто кусок бумаги. Но мы не имеем никакой выбор, чем вернуться в них сейчас. Нет. Если мы умерем, то должны быть выбирать, когда это случится. То есть это все, да? Ты умерешь? Нет. Я просто... Я не могу обеспечить это. В результате всего этого хаоса происходит несколько вещей. Правительство США, которые уже были готовы собственно вытащить Биркина из всей этой ситуации, посылают своих... свои войска достать данные любой ценой. Но почти все... всех их собственно уничтожают тираны в огромной битве, последствия которых мы можем увидеть в самом-сам конце игры. Официально также военных посылают, чтобы ограничить последствия эпидемии. но после нескольких дней попыток становится очевидно то, что город потерян, его спасти уже невозможно, и военным дает четкое задание просто отступать. И, собственно, в итоге это является причиной, почему Леон и Клэр попадают в город, потому что все баррикады вокруг достаточно и так пустынного Раккун-Сити были очищены, и Леон и Клэр так сказать, не повезло, собственно, повезло сказать, нельзя проскочить как раз в тот период, когда вокруг Раккун-Сити не было ничего, не было ни военных, ни ничего такого, чтобы выдавало ситуацию в городе. Умбрелла в ту же очередь посылает свое войско UBCS официально для того, чтобы очистить последствия эпидемии и спасти выживших, но на самом деле их главной целью было получить данные от БОВС и вообще от вируса и получить сэмпл G-вируса, поскольку тогда еще Умбреллу не знали, что у Ханка удалось получить сэмпл G-вируса. Ну и их почти всех уничтожили, поскольку несмотря на их опыт они абсолютно не ожидали то, что им придется сражаться с сотнями тысяч зараженных жителей Раккун-Сити и даже несколькими сбежавшими БОВС. Ну и наконец Умбрелла также посылает нескольких тиранов, в то время как и европейское отделение также посылает тоже по воздуху немесеса в город и в итоге половина то есть происходят события Resident Evil 3.2 Некоторые из того, что я только что описал вполне возможно сейчас является неканоничным потому что даже во время разработки Outbreak который добавил несколько деталей и мелких историй в Раккун-Сити во время собственно всех событий второй и третьей части и объяснил некоторые политические вещи которые происходили внутри Умбреллы некоторые вещи могли поменяться поэтому возможно некоторые вещи которые Камамура Сан рассказывал и которые он написал для Resident Evil 3 прямо сейчас уже немного другие но в любом сочетки достаточно интересно узнать сколько у игры было историй написано которую в игре можно узнать только по намекам по тому что видно на локациях и по некоторым файлам в любом случае на этом я буду заканчивать свой комментарий для этого видео надеюсь вам было интересно послушать и узнать о вещах о которых вы не знали если вы знали то надеюсь вам просто не было скучно я надеюсь вы действительно пойдете и почитаете это интервью ссылка есть в описании к видео и перевод мой тоже и обязательно посмотрите больше на Project Umbrella там действительно пишут очень-очень интересные вещи об истории различных частей о разработках и других вещах которые обычно в принципе не сильно известны и собираются из кучи разных материалов включая многие из которых были изначально на японском в этом видео будет еще несколько вещей которые не показывались в других прохождениях и на них будет ссылка в описании видео тоже и в самом-самом конце видео в этот раз мы будем смотреть финальные титры из PlayStation версии а не из ПК версии или ПК переиздания версии которые PlayStation собственно если вкратце то PlayStation версии титры намного лучше потому что там музыка полностью нормально синхронизирована с длиной титров в отличие от ПК релизов и реализов где титры намного длиннее в любом случае следующий эпизод будет самым-самым последним из основных и в нем я постараюсь показать кучу-кучу интересных и странных вещей которые я не мог показать раньше и которые я думаю даже те которые очень любят игру могли не замечать раньше кучу вещей о том что может убить в игре что не может убить о разных каких-то странностях в игре и понятное дело покажу все эпилоги и так далее так что до встречи в следующем эпизоде покеда в следующем Продолжение следует... 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 Продолжение следует...